34 года моей службы военной были посвящены испытанию ядерного оружия. Стоп. Значит, вы говорите мне о холодной войне. Расскажите, пожалуйста. К проблеме испытания ядерного оружия я был привлечен в 1948 году. Будучи инженером, преподавателем радиотехники в Ленинградском военном училище связи, я по решениям генерального штаба был назначен на Семиповатинский ядерный полигон. Задача создания ядерного оружия для нас в то время советских людей, как вы понимали, являлась одной из главных задач. Поскольку Соединенные Штаты Америки, опередив наших ученых, создали свою атомную бомбу в 46-м году. Испытали ее... в 45-м году, простите. В 45-м году испытали ее и тут же применили против японских городов Нагазаки и Хиросима. Применили с нашей точки зрения, безо всякой необходимости, только чтобы продемонстрировать свое военное превосходство. И опираясь на это оружие, стали диктовать свою политику нашему правительству, как мы в то время знали. Тут же, как я впоследствии вскоре узнал, через год или через два после привлечения, в декабре 45-го года американцы вынашивали и создали планы применения ядерного оружия против Советского Союза. Первый план был рассчитан на нанесение 20-30 ядерных ударов по городам Советского Союза. Затем эти планы все ширились, ширились, ширились и дошло в конце, что до 300 ядерных ударов по всем городам фактически нашей страны. Положение страны было в то время ужасным и мы пережили. Стоп, покрупнемся, покрупнемся. Пожалуйста, мне. К участию в воспитаниях ядерного оружия я был привлечен в 1948 году. Будучи инженером, преподавателем Ленинградского военного училища связи, по решению генерального штаба меня назначили старшим офицером Синепалатинского ядерного полигона, который в то время только начинал создаваться. Значение проблемы, которые меня привлекли, было нам хорошо известно. Мы очень остро ощущали ту напряженную обстановку, которая существовала в стране в связи с монополией Соединенных Штатов Америки на производство ядерного оружия. Созданное в 1945 году, оно было сразу же применено против японцев ударами по городам Хиросима и Нагасаки. Это произвело на нас очень такое удручающее впечатление. Позднее я узнал, что в том же декабре 1945 года Соединенные Штаты разработали план применения 20-30 ядерных ударов по городам Советского Союза. В последующие годы эти планы расширялись и дошли до того, что Соединенные Штаты Америки собирались применить 300 ядерных ударов фактически по всем городам Советского Союза. Поэтому задача ликвидации американской монополии на выводе ядерным оружием стала задачей номер один для нашего государства, только что окончившего войну. Нужно делать все очень быстро, это мы чувствовали, делалось все сразу широким фронтом. Создавалось ядерное оружие, создавались сразу же полигоны, создавалась аппаратура необходимая для исследований ядерного оружия. Все делалось параллельно и все делалось в одно время. На мою долю выпало создание программного автомата для включения измерительной аппаратуры, которая должна была измерить все параметры первого ядерного взрыва на опытном поле полигона. И она же должна была произвести подрыв ядерного заряда. Эту работу официально проводил Институт химической физики Академии наук, в частности, кандидат технических наук Георгий Львович Шнирман. Я оказался у него помощником. Ну, так как я имел достаточно высокую квалификацию, инженерную, то вскоре инициатива в этой работе перешла в мои руки. И автомат уже доводил до, как говорят техники, до ума уже я со своей группой товарищей с полигона, в которую входили Мамаев, Денисов и Кузнецов Василий Маркевич. Вот. Создание программного автомата столкнулось с неприязнью со стороны... Значит так, сейчас давай укрупнемся. Пожалуйста. Как и все сотрудники полигона, мы, и я в том числе, был заражен этой идеей. Сделать, возможно, лучше, возможно, быстрее, чтобы обеспечить собственное, так сказать, самое... государство с ядерным оружием. Ну, оказывается, в то время конструктора ядерного оружия знали немножко больше, чем знали мы испытатели. Мы не рассчитывали ни на какие награды, что нас кто-то потом наградит или похвалит, ну, как обычные рядовые люди, так. А конструктора рассчитывали, что их сильно наградят, и поэтому они воспротивились при создании программного автомата тому, чтобы подрывать ядерный заряд буду я со своего программного автомата, а не они со своего, понимаете, как они хотели. Но такой... Поэтому была большая критика с их стороны, и они пытались очернить этот программный автомат. На протяжении многих месяцев шла такая упорная борьба. Ну, я не понимал смысла, что они боялись за награды, а я боролся за Дева, потому что запустить аппаратуру, которая работает несколько секунд, не промазав момент взрыва, было возможно только тогда, когда сам подрываешь сам ядерный заряд. Вот это смысл. Аппаратура была сделана, вывезена на полигон, оборудовали кабанный пункт, значит, самое... И начали готовиться к очередному взрыву в 49-м году. Не к очередному, а к первому взрыву в 49-м году. Стоп. Общая. Вот сейчас мы об этом взрыве, о первом, я бы покрупнее все-таки взял. Итак, о первом ядерном взрыве, о Курчатове и все, что было потом. Камера идет? Пожалуйста. Ядерный взрыв – явление, которое длится очень короткий момент времени. Сама вспышка ядерного взрыва продолжается десятки секунд. А первый процесс образования ударной волны, излучения нейтронов – это процессы, длящиеся меньше одной секунды. Поэтому аппаратура, которая выставлялась на опытном поле, она была рассчитана на очень короткие промежутки времени, регистрации этих излучений. Поэтому нельзя было включить аппаратуру, не зная, когда произойдет подрыв заряда. Поэтому подрыв заряда пришлось соединять вместе с включением аппаратуры. Вот это был принцип, который заложен, шнированный мною в этот программный автомат. Но конструктора захотели разделить. Заряд мы будем подрывать, вам кричим в окошко – включайте аппаратуру, а вы включайте. Ну, чтобы получилось. Заряд подорвали бы, а мы аппаратуру включить опоздали бы, потому что вот в этом была сложность. Вот таким образом автомат был спроектирован, сделан под версией критики конструкторов, в том числе со стороны Юлии Борисовича Харитона, который, значит, боялся нашего автомата, потому что было очень много электротехники там, много реле было, электроники много было, а он предпочитал механику. Старый ученый, надежный механик, он предпочитал механику. Но, тем не менее, вывезли автомат на полигон, установили его на кабанном пункте, который был расположен к востоку от башни с зарядом на 10 километрах, в бетонном сооружении. Ну, и стали ждать, когда привезут ядерный заряд. На полигоне появились, появился руководство испытаний. Кто был руководителем испытаний, я в то время не знал. Не знал. Ну, спрашивать было не принято, потому что все было совершенно секретно. Ну, поэтому только догадывались, что приедет руководитель. Я часто видел одного генерала, который очень интересовался кабанным пунктом, часто приезжал, навещал нас, расспрашивал. Ну, я понял, думал, что это и есть руководитель. Но оказалось, что это был начальник одного из управлений Министерства атомной промышленности. А Курчатов, руководитель проблемы, приехал позднее. С Курчатовым у меня сразу становились очень деловые отношения. Ну, я оказался со своим программным автоматом в центре испытания. Поэтому Курчатов проявил большой интерес. Он постоянно был на кабанном пункте, интересовался, как подготовлен автомат, как он работает. Поставил мне задачу, нельзя ли запустить программный автомат, чтобы взрыв произошел в точно назначенное время, там, до секунды. Это ему, очевидно, нужно было для того, чтобы предупредить сейсмические станции Советского Союза, которые могли бы зарегистрировать взрыв. Я сказал, что это можно сделать, и попросил мне доставить морской хронометр. Стоп, стоп. Я сказал, что это можно сделать. Для того, чтобы произвести подрыв в назначенное время, я попросил привезти хронометры Курчатова, и Курчатов дал команду, и хронометр самолетом из Москвы мне был доставлен на другой день. Ну, я его установил около программного автомата, и начал тренироваться, запускать программный автомат по этому хронометру. Время приближалось к испытанию. Привезли ядерный заряд. Когда его привезли, и как его везли, я не видел. Все было засекречено, все было ограждено заставами, так что ничего нет. Но почувствую, что его привезли, потому что около командного пункта появилась охрана Министерства внутренних дел. Дополнительно к нашей появилась охрана Министерства внутренних дел. И тут вдруг обнаружилось. Давайте мы сейчас общие. Пожалуйста. Значит, заряд на первое испытание был доставлен. Около моего командного пункта появилась охрана Министерства внутренних дел. Я понял, что стало строже все так, но время не назначалось. И вдруг приехала Государственная комиссия на полигон, которую возглавил министр Первухин Михаил Григорьевич. В эту комиссию входил и конструктор атомной бомбы Кирилл Иванович Щелкин, ныне покойный. И вот комиссия вдруг напала на мой программный автомат. Что эта вещь ненадежная, что он обязательно подведет, что он, значит, нам сорвет испытание, что его применять нельзя. Ну и началась всякая проверка надежности программного автомата, которая длилась недели-две. Я не мог понять, в чем дело, потому что на предыдущем предыдущей комиссии, которой бы мы отстояли свой автомат. И повторю, Курчатов в этот момент от программного автомата как-то отошел. Он даже перестал появляться. И вот с Щелкиным эта комиссия работала очень долго. очень долго. Так, дело доходило до того, что программный автомат, который должен проработать всего-навсего 40 минут для того, чтобы полный цикл провести испытания, его гоняли по 5-6 суток. Ну, это естественно, что всякую технику можно загубить, если ее гонять не в том режиме, на который она рассчитана. Тем не менее, все власти конструкторов там было на полигоне столь велико, что мы военные имели подчиненную, играли подчиненную роль. Поэтому делалось так, как хотели конструкторы. У меня родилось сомнение, что это вообще нечестная игра. В чем дело? Я заметил, что привезенный заряд, что-то там бегали, был размещен, во-первых, около кабанного пункта, и работники конструкторского бюро бегали там то с напильником, то еще что-то, чего-то у них с зарядом не ладилось. И поэтому им нужно было тянуть время, чтобы свалить вину себя перед государственной комиссией на полигон. Ну, такая обычная вещь бывает, когда стык в это, две организации, то одна на другую пытается свалить. И так тянулось две недели. Наконец, внезапно вдруг говорится, все, никаких испытаний мы больше не проводим. Ну, полигон выдерживает, автомат выдерживает испытания, но никаких испытаний не проводим, но приступаем к проведению генеральной репетиции и взрыва. Давайте писать акт. Комиссия написала акт, но поскольку я оказался сильнее отстаивать свой программный автомат, то Кирилл Иванович Щелкин впервые в жизни, наверное, и, во-первых, впервые в истории написал, что государственная комиссия, принимая во внимание заверения Давыдова, соглашается использовать программный автомат для подрыва и включения аппаратуры опытного поля. Ну, или комиссия соглашается, а при чем тут Давыдов все было и написали под личную ответственность. Мне ничего не оставалось, поскольку я реально защищал свой программный автомат, как подписать такой акт. Начальник... Я не буду рассказывать, я буду правильно расскажу, потому что иначе будет их без конца много. Хорошо, посмотрим. Пожалуйста, продолжаем. Значит, государственная комиссия записала, что программный автомат допускается к использованию под личную ответственность Давыдова. Я подписал акт, но только теперь понял, куда в жарком техническом споре себя, как говорится, втянул в какую ответственность. Ответственность в то время была очень велика, потому что все работы велись под бдительным наблюдением Валентия Павловича Берия, который приехал на полигон тоже. И как тогда было известно, что все эти самые нам за всякие срыв грозили очень большие неприятности, если можно так мягко выразиться, понимаете. Ну, делать не было нечего, акт я подписал. Начальник полигона, генерал Колесников, подписывая акт, усмотрел, что там ответственность Давыдова наложится, наложится на Давыдова, а Давыдов, сотрудник полигона, значит, на полигон. Тогда Колесников тут же нисколько не смущает, говорит, а вы знаете, давайте мы переведем Давыдова с полигона к вам в конструкторское бюро. Ну, такая перспектива меня вообще расстроила. Даже свой начальник, понимаете, отказывается от меня ничего не было принятого внимания и приступили к испытанию. Но какая еще особенность этого акта была замечена Курчатовым? Программный автомат делался для того, чтобы им мог бы управлять, ну, как говорится, есть такой термин управление сделано на дурака, чтобы каждый мог подойти, нажать кнопку раз, два и три, все. Так. Вот было сделано так. Почему делали так? Потому что думали, что за пультом будет сидеть Игорь Васильевич Курчатов. Знали его неспокойный характер. Ну, известно, что он при изготовлении первого реактора сам его запускал здесь, в Курчатовском институте, так. Ну, и решили, что он первый будет сам подрывать атомную бомбу. Ну, наверное, так бы и было. Судя его приводит пираменту, он бы никому этого не допустил. Но, когда затянулась эта двухнедельная комиссия, которая нагнала много страхов и на Курчатова, и на начальство, и на всю комиссию, что вот здесь программный автомат ненадежен, может не сработать и так далее, и только под личную ответственность Давыдова записали, то Курчатов смотрел в этой записи следующее, что кроме Давыдова никто этот программный автомат не может эксплуатировать. И вот тут-то началось, что за пультом должен был сидеть я, вот решили уже в последние минуты так, затем, значит, самое, больше того, что уже в последующие годы Курчатов не отпускал меня, хотя я уже ушел с полигона, с испытаний, и каждое новое испытание требовало, чтобы Давыдов приехал из Москвы для того, чтобы сидеть за пультом программного автомата. Стоп. Все, можем, да? Пожалуйста, продолжим. Следующее, власть. Так, да, ну, давайте. Такая запись в акте государственной комиссии была воспринята Курчатову как свидетельство того, что никто, кроме Давыдова, не может работать на программном автомате. Поэтому Курчатов значит, сам отказался сидеть за программным автоматом в 49-м году и в последующие годы требовал, чтобы я приезжал на полигон и производил подрывоядерный взрыв. Так было в 51-м году, в 53-м году первый термоядерный взрыв. Так, и в 54-м году последний раз я приезжал, так как мне удалось уговорить Игоря Васильевича отпустить меня для решения других исследовательских задач, которые я уже начал проводить. Генеральная репетиция в 49-м году прошла успешно и 29-го августа был назначен первый ядерный взрыв. Моя работа заключалась в том, чтобы подготовить программный автомат, командный пункт оборудования и в командном пункте там должно было находиться все руководство. Ну, и так как до назначенного времени взрыва было несколько часов, то я со своим помощником Денисовым Иваном Ивановичем отправился в небольшой коттедж, который рядом находился, там на площадке с командным пунктом, решили поспать, опечатав аппаратную с программным автоматом. Проснулся от того, что слышу, что за стеной топот ног. Оказалось, это за нами был послан солдат, чтобы разбудить меня и моего Денисова и пригласить в командный пункт, так как руководство командного пункта, так как руководство испытаний приняло решение провести испытания на час раньше. Ну, боялись то ли грозовых разрядов, то ли нервы не сдали у людей, ну, в общем, в общем, приняли решение на час раньше. Ну, меня подняли, я прихожу на командный пункт, смотрю, там уже съехалось все руководство, в угловой комнате находились Курчатов, Харитон, Берия находился, ну, и целый ряд других людей, которые его сопровождали. Военных там не было, были только сотрудники атомной промышленности и генералы МВД. Про Берия надо сказать, что Берия приехал всего за два или за три дня до взрыва. Объезжая полигон, он пришел на командный пункт автоматики. Я ему показал программный автомат, показал, как он работает, очень красиво, мигают лампочки, зеленый, красный свет. Он, значит, посмотрел, посмотрел, и, значит, сам сказал, вот я здесь и буду сидеть. Ну, я, это меня сразу повергло в ужас. И так, обстановка напряженная, первый взрыв, понимаете, и надо сосредоточиться к всем, а тут еще будет сидеть за спиной у тебя первый каратель государства. Поэтому я взволновался. Взволновался и стал думать, как мне избавиться от Берии. Предложил вариант. Поговорили с Курчатом и решили так, да, что мы напишем инструкцию дополнительно, в которой будет написано, кто имеет право во время операции находиться в помещении командного пункта. Ну, и перечислили тех людей, которые нужны для работы. А что бы самое, как бы ненароком, министр ненароком сам бы не влез, наплевав на нашу инструкцию, сделали крючок в аппаратность внутри и запирались на этот крючок. Так и посмотрели. Курчатов утвердил эту инструкцию, мы стали действовать по этой инструкции, а при мне был в командном пункте представлен для надзора генерал-лейтенант Бабкин, генерал-лейтенант Министерства внутренних дел. Он тогда назывался полномоченный Совета Министров. Ну, это по линии Берия. И он должен был следить, чтобы я, во-первых, не навредил чего-нибудь, или чтобы меня не украли, там, лечь, я уж не знаю, что-то еще он должен следить. Так вот, этот генерал-лейтенант согласился с этой инструкцией, поставил около двери, пока я уходил спать, часового, чтобы никого туда, к этой вере не подпускать. Вот. После того, как меня разбудили, я пришел, вижу, здесь, на командном пункте, после того, после того, да, можно? Пожалуйста. После того, как меня разбудили, я пришел, пришел на командный пункт, увидел, что уже все руководство там в сборе, Берия, Курчатов, Харитон, и генералы МВД, и остальные люди, самое, за Винягин, в частности, около аппаратной, переминаясь на Геннадию, стоял Кирилл Иванович Щелкин, и его помощник Чугунов Сергей Сергеевич, покойный человек, они не знали, что делать, пошутили, что вот, видишь, если бы тебя не нашли, мы бы тогда сами вскрыли аппаратную, и без тебя выработали. Ну, это была шутка, конечно, была неуместная шутка, я немножко обиделся, но не подал вид, что обижен. Я им предложил нарушить график режима, нам нам полагалось еще час топтаться в ожидании времени, для того, чтобы войти в аппарат. Я говорю, зачем мы будем топтаться, давайте откроем аппаратную, войдем туда, сядем в свои места и будем там этот час высиживать. Щелкин согласился, и мы открыли аппаратную, сняли этого часового, вошли, закрыли на крючок отберить эту самую дверь и расселись по своим местам. Как мы устроились? За пультом от программного автомата сел я. Слева от меня сел Сергей Сергеевич Чугунов. Он сел за рубильник, которым он подключал свои линии подрыва к программному автомату. Они все еще боялись, что программный автомат им выдаст какой-нибудь ложный сигнал, не вовремя. Поэтому они поставили рубильник между линией подрыва и своим и программным автоматом. Справа от меня сел за письменный стол Кирилл Иванович Щелкин. Он был негласно, мы согласились, что он будет у нас руководителем без документов. Ему в руки я отдал журнал, где расписаны были все операции, какие полагается делать. Он читал операции, а я выполнял их. Рядом с Кирилл Ивановичем Щелкиным сел привезенный им подрывник Матвеев Сергей Михайлович, подрывник. Он просто был наблюдателем. За моей спиной сидел мой дублер. Мы ввели дублера на всякий случай. А вдруг Давыдов с ума сойдет от того, что первый взрыв надо производить, и тогда должен был включиться дублер Иван Иванович. Вот кто был в аппаратной. Я это так говорю, потому что в литературе встречается много всяких глупых версий несоответствующих действительности. Сидели молча, уважая свое душевное состояние. Не разговаривали. Только Кирилл Иванович Щелкин достал из кармана два или три флакона валерьянки, и я слышал, как он из графина наливает воду, капает валерьянку и пьет стакан за стаканом. Это можно было понять. Разрывали его конструкцию. Так несколько раз он проделал. Потом подошло время, что за полчаса до назначенного времени Кирилл Иванович прочитал, что следует включить питание программного автомата. Я проделал эту операцию, нажал соответствующую кнопку. По громкоговорящей связи довожили Курчатову, который сидел в крайней комнате. По громкоговорящей связи Курчатов сказал, вас понял, продолжайте по расписанию. Прошло еще какое-то время, сколько минут, двадцать, я включаю запускаю вторую кнопку программного автомата. Начинает работать реле, которым положено работать в это время. Опять доклад Курчатову. Курчатов отвечает, вас понял. Мы продолжаем здесь. За десять минут до взрыва выдаем первый сигнал на включение аппаратуры поля, опытного поля. аппаратура та, которая должна прогреться. А в то время были электронные усилители, полупроводников тогда не было. Мы работали на электронных лампах, и для того, чтобы электронные лампы вышли в режим, требовалось минут десять прогреть. И вот мы за десять минут включили первое, сигнал дали включение этих усилителей. Доложили Курчатову, что сигнал десять минут подан. У меня на программном автомате загорелись лампочки, свидетельствующие о том, что сигнал прошел до самого последнего сооружения. Доложили Курчатову, что сигнал прошел. Получили от него добро на дальнейшую работу. И потом проходит еще девять минут. Мы нажимаем главную кропку и автомат начинает автоматически выдавать все команды, которые положены за десять секунд, за шесть, одну секунду и так далее. Какие были положены. И выдавать сигнал, подрывающий ядерный заряд. Еще раз. Стоп. Стоп. Да, стоп. А где Берия в этот пресс? Пожалуйста. Значит, после сигнала десять минут прошло еще девять минут. Включаю главную кнопку и пошли выдаваться команды за десять секунд, за девять секунд, за шесть и так далее. В том числе стали команды на подрыв изделия. Мы называли атомный заряд в то время изделием. В назначенное время происходит взрыв изделия. Конечно, мы сидим в глухом каземате, ничего мы не видим, ничего мы не слышим. Ни Щелкин, ни Чугунов, ни я, ни Денисов, никто ничего не слышит. Ну, и у Щелкина, конечно, напряженное состояние. Он опять усиленно пьет валерьянку и вдруг секунд через двадцать мы слышим хлопок по крыше сооружения. Как будто, как я в то время это воспринял, как будто громадный джин, выпущенный из бутылки, похлопал нас по плечу. Таких два хлопка и вдруг мы слышим хлопок по обшивке и крыше сооружения. Как будто тот джин, которого мы выпустили из бутылки, он, значит, добродушно и приветливо нас приветствовал своими хлопками. Вот. Начинает повышаться давление на уши, но не очень сильное, терпимо, а постепенно спадает. В это время я слышу, что за дверью около сооружения суматоха. Значит, люди выходили, руководство выходило смотреть этот взрыв из сооружения. Курчатов там, Берия, все выбегали, смотрели. И теперь прячутся, потому что должна подойти ударная волна, и они прячутся, чтобы их не покалечивая. Ну, у меня были там специальные люди обученные быстро закрывать двери, на секунды все измеряется, ударная волна проходит быстро, дверь закрывают, шум, голоса, крики, радости там какие-то, значит, что взрыв, очевидно, взрыв произошел. Ну, Кирилл Иванович Щелкин, значит, выходит из аппаратной и смешивается с этой толпой. выбегают и остальные товарищи, Денисов пошел посмотреть на опытное поле, в аппарат остался я один. Наверное, было такое мое нервное напряжение, что я не проявил интереса побежать посмотреть, было такое состояние. Я нарочито, спокойно, наверное, пошел, выключил источники питания и, значит, самое, проверил, все, 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 все ли у меня сработало нормально и после этого, значит, только стал собираться выйти посмотреть, что делается на опытном поле. Вот это так произошел первый взрыв. Мне рассказывали, что пришедшая ударная волна выбила раму в комнате, где находился охранник, то есть туда, куда вбежали, и там же был буфет, туда вбежала Берия и все, и вот как раз говорят, что эта рама падала прямо на Берию, но его полковник Смирнов, там при нем присутствующий, эту раму сумел поймать, понимаете, но это с чужих слов, вот так и все. А один из представителей Берии, который постоянно был у меня на командном пункте, генерал-лейтенант Меших, впоследствии расстрелян вместе с Берией на Украине, он стал министром внутренней дела Украины, он мне сказал, что я впервые в жизни видел, как второй человек в государстве бегом бегает. Еще раз, не забывайте микрофон. Да. И на камеру. Тогда сейчас я, да, можем? Пожалуйста. После испытания было полнейшее ликование среди конструкторов, среди руководства, обнимались, целовались в этой комнате там, я не знаю, целовался ли Берия, но Харитон и Курчатов, и все из Завинягина не целовались, обнимали друг друга, чуть не плясали. Это был такой восторг, что наконец, ну, правда сказать, они очень большим рисковали, потому что им была предназначена печальная судьба, если взрыв не произошел. было полное ликование, что мы наконец сделали. Россия делает сама, называли первую бомбу. Это был ответ американца. Ну, а через, значит, такое же настроение было и у нас, военных испытателей. Мы тоже, приехав к себе, при... Стоп, стоп, вы сейчас опять за микрофон, стоп, стоп, пожалуйста. Приехав к себе в казарму, мы поздравляли друг друга, радовались, так, тому, что нам удалось такое дело, принять участие в таком деле для государственной важности. Вот. Мы ждали, как будет отреагировано в правительстве. Но ждем, ждем, никак не... И вот через месяц примерно, в сентябре месяце, вдруг появляется сообщение ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза, о том, что вот в Америке идет шум по поводу того, что Советский Союз испытал атомную бомбу. Отвечает Сталин это сообщение. Меня поразило это сообщение, поразило тем, что там отрицалось, что мы взрывали бомбу. Вы сказали, чего шумят американцы. Мы обычно проводим у себя промышленные взрывы, и, наверное, вы засекли один из наших рядовых промышленных взрывов. А то, что Советский Союз обладает ядерным оружием, никакого открытия не было. Еще в 47-м году председатель Совета министр Советского Союза Молотов сказал вам, что секрета атомной бомбы не существует. И мы это говорим и продолжаем. Ну, во-вторых, у американского народа нет оснований бояться нашей советской бомбы. Если они не собираются воевать против нас, то Советский никогда ядерного оружия не применит. Вот был такой примерно совсем удивительный для меня в то время тем, вместо того, чтобы мне как мне казалось, надо было сказать, да, мы взорвали, мы теперь с вами на равных, так и было такое отрицание вроде этого взрыва. Это меня мало удовлетворило. Ну, потом последовали награды за проведенный взрыв награды получили в основном Министерство промышленности, получили генералы-офицеры МВД, получила Академия наук, а нас военных, забыли, как всегда. Тот, кто, понимаете, таскал уголь, я понимаете, сам в этой работе, нас забыли. Это вызвало очень неприятную реакцию на полигоне, очень неприятную, но тем не менее было вот так. Вот это было так с первым взрывом. с первым взрывом, не влезет, если бы просто его встали вправо, может быть, это будет в конце не встали, в конце. Нет, к сожалению, здесь не помещено, в этом здании не помещено. Но я другое найду. Ну поищите еще там в другом здании. В другом здании, оно не здесь, оно в той комнате. В той комнате, да? Я найду, найду. Оно тех, кто у меня есть. Пожалуйста. В начале 1950 года меня отправили в командировку в Институт химической физики в Москву для разработки аппаратуры к предстоящему испытанию атомной бомбы, сбрасываемой из самолета. Старое оборудование поля для регистрации взрыва на высоте нескольких сотен метров, сброшенное из самолета, не годилось. Требуется разработка новой аппаратуры. Поэтому я со Шнировым занялся этой работой. Когда я был в Москве, меня встретил заместитель начальника 6-го управления Министерства обороны, полковник Малютов Борис Михайлович, который предложил мне перейти к ним в управление работать с полигоном. Я так обрадовался предложению, что немедленно ждал согласия, хотя моя семья оставалась в Ленинграде. В мае месяце я поступил в управление на должность старшего офицера полигонного отдела. Мне поручено было готовить испытания ядерного оружия на полигоне. Здесь я познакомился с некоторыми документами, которые поступали в управление из разных ведомств о том, что делается в Соединенных Штатах Америки. Здесь я как раз и прочитал те доклады, которые я упоминал, о том, что Соединенные Штаты берут на себя миссию диктовать условия порядка в мире, что опорой они в своей миссии делают ядерное оружие. Здесь я познакомился с планами применения ядерного оружия против городов Советского Союза. Ну и даже меня подключили к некоторым расчетам техническим, правда, что будет, если взрыв произойдет над таким-то городом, над таким-то городом нашей страны, а заодно, если наши взрывы будут произведены над некоторыми городами Западной Европы. Сколько еще раз эту фразу? У кого часы пищат? Писк, да. Камера. Пожалуйста. В 51-м году проводились два взрыва. Стоп. А заодно? Что заодно? Вы же это проводили? А это вы не записали? Нет, пожалуйста. А заодно я был привлечен к участию в расчетах поражающего действия ядерных взрывов, произведенных над городами Западной Европы. Над некоторыми городами Западной Европы. Так, скажем осторожно. Кто-то, наверное, считал другие города, ну а мне было поручено один из городов. Так, не помню сейчас какой. В 51-м году испытания были запланированы двух видов. Опять повторение опыта 49-го года, но с другим зарядом, более мощным, как теперь известно. Значит, и второй опыт со сбрасыванием бомбы с самолета, летчиками. Ну, летчики, которые привлекались, они никогда не имели дела с ядерными зарядами. Поэтому они, безусловно, боялись. И чтобы их потренировать, решено было, значит, их прогнать через центр взрыва, так же, как будет тогда, когда они будут сбрасывать бомбу. То есть через центр наземного взрыва. Поэтому при первом взрыве, который производился на башне, летчики пролетали, так же, как и должны были пролетать, когда будут бомбить. Аппаратура запускалась по команде с самолета, для чего я и разработал аппаратуру. Вот я такую. При втором взрыве были запущены два самолета. Один самолет нес ядерную бомбу, а второй его сопровождал. Ну, это сделано было для тренировки летчиков, для того, чтобы они оба самолета привыкали. Ну, и для некоторой страховки, если какая-то аппаратура, почему-либо там наведение, прицеливание не срабатывало. Одного, то второй дублировал. Взрывы произошли очень в установленное время, на установленной высоте, и были хорошо зарегистрированы. Так было второе, проведена вторая серия испытаний. В 53-м году... Стоп, стоп. Значит, если я вас прошу, то, что он сзади, в этом смысле... Я скажу, я только хочу сказать, что самый критерий, который вы определили, что раз требовалось... Следующий шаг был для полигона, а не для оружия, понимаете? Оружие могли сбросить и первую бобу, понимаете? Но ведь для полигона важно не просто сбросить, а еще и померить, верно? Измерить параметры. Так вот, чтобы измерить параметры, здесь потребуется следующий шаг. Как аппаратуры изготовления. А совсем не боеприпасы. Но насколько мы отстали в то время? Ну, американцы считали, что мы отстаем на 6 лет. Так? Считали, что мы отстаем на 6 лет. Ну, если 45-й год, а мы в 51-й, ну, так 6 лет. Они не ошибались, в общем-то, в сроках. Через 6 лет мы сбросили первую атомную бомбу. Так? Ну, еще, это отставание шею. Так и было. Я согласен с их оценками. Оценки американцев были правильные. Вот в чем они ошиблись, это в термоядерном только оружии. Стоп. Переходим на Крупность. Крупность. Можно? Пожалуйста. 53-й год я являюсь для ядерного полигона в известной мере поворотным. В этом году проведено было первое испытание термоядерного заряда. Первое термоядерного заряда. Все внимание было сосредоточено, конечно, на подготовке к этому испытанию. Но мощность этого заряда превышала предыдущие в 30-40 раз, которые были в 49-м, в 51-м году взорваны. То есть, уже сама эта мощность говорила о том, что нужно и принимать меры безопасности какие-то более новые, и аппаратуру, где вы ставите. То есть, это был большой комплекс работ для исследователей. Заряд был также установлен на башне, как и в 49-м году. Подрывался он также с командного пункта автоматики. Но если в 49-м году на командном пункте автоматики присутствовало все руководство, Курчата, Завинягин и прочее, то в 53-м году руководство не рискнуло приехать на командный пункт. Не рискнуло не потому, что боялось, что завалится командный пункт, а для того, что руководству интересно было посмотреть, как развивается взрыв. А если они бы не находились близко на командном пункте, то им просто не хватило бы времени посмотреть. Можно было выбежать на улицу и посмотреть взрыв только в течение 20 секунд, ну, 15 даже секунд, понимаете, на то, чтобы успеть спрятаться опять в каземах. Ну, мало. Для термоядерного взрыва предполагалось явление более длительное, потому что взрыв большой, и там, значит, и огненный шар большой, и все было. Вот, поэтому им построили специальный объединенный командный пункт. Уже не в 10-ти километрах, а в 20-30 километрах от опытного поля к северу. И там уже находились и Курчатов, и Сахаров, и Завинягин, и Харитон, и военное, в том числе, было руководство уже там, и командование авиации. Было это все. Все было там соснаточено. Вот. Это была первая особенность. И я уже с ними переговариваюсь по громкоговорящей связи со своего командного пункта на их командный пункт. Вот. Это была одна особенность. Ну, с точки зрения взрыва, ну, опять Щелкин, Давыдов, Чугунов, Денисов сидели в аппаратной. Опять выжидали время, нажимали в кропки по расписанию. Взрыв произошел. Опять мы ничего не видели, потому что мы сидели в закрытом каземате наглухо. Вот так. И только, значит, подошедшая ударная волна опять грозно нас на этот раз очень сильно похлопала по крыше. Потом, значит, самое по нашей кабельной канаве на полу вдруг понесся поток воздуха. Стал продувать этот канал, засыпая нас песком. Канава была присыпана снаружи песком, и песок стал вдувать в аппаратную. Ну, это тоже быстро прошло. Давление на уши было уже сильнее, конечно. Ну, все прошло. И мы, значит, вышли из аппаратной. Щелкин, Кирилл Иванович, и я посмотрели на обстановку. Значит, обстановка была ужасная, потому что все поле было, все поле диаметром 20 км было, все покрыто, казалось, пылью. Черная пыль. Над нами висела шапка, понимаете, какая-то облака пыли. И двигалась вроде на нас. Так было страшно. Значит, самое. Щелкин не выдержал крикнуть. Да ведь это же термоядерное. Кто-то, у кого-то нервы сдали из присутствующих здесь не очень высоких руководителей. По-моему, это был Владимир Иванович Шоферов. Он вскочил в свою автомашину и поехал удирать. Ну, видишь, что за ним никто не последовал, объехал площадку и вернулся обратно. Но, тем не менее, облака стала двигаться. Приборы стали показывать повышение уровня. Мы решили отъехать. Значит, я собрал своих людей. Щелкин собрал своих людей. И, значит, самое. Посадили на машины. Куда ехать? Над нами висит облако. Куда? Влево, вправо? Ориентироваться невозможно, так? Решили, поедем на вось. И поехали мы в сторону, в южную сторону. Оказалось, что мы поехали как раз на сам... на самую ось следа. На самую ось следа. Мы ее пересекли от у ось следа. И дальше уже возвращаться, смысл у нее, мы поехали в объезд поля всего. Чтобы выехать с поля с другой стороны. Вот таким образом. Такое было приключение в то время. Ну, взрыв термоядерный. Как мне рассказывали, на командном пункте, где сидел Курчатов и Сахаров, туда был телефонный звонок. Пою соврать, кто звонил по ВЧС связи из Москвы. и поздравили Сахарова. Вот мой начальник Малютов, Борис Михайлович, позвал как раз Сахарова к телефону и передал ему поздравления от руководства. Сразу же, тут же, не отходя. Потому что сообщение сразу же пошло туда. Вот. Ну, какое впечатление, тут термоядерный взрыв произвел огромное впечатление и на американскую сторону. Очень огромное впечатление. Оказалось, наши ученые опередили американцев. Американцы взорвали термоядерный заряд немножко раньше. Но их заряд не был бомбой. У них там была очень сложная конструкция с тяжелой водой, которую на самолет не поднимешь. А у нас, оказалось, благодаря идее Сахарова, Андрея Дмитриевича, система компактная. То есть, в бомбовом варианте. Вместо тяжелой воды был применен... Ну, я не буду вдаваться в детали, там... Другой состав. Который потом американцы стали применять у себя. Вот это произвел колоссальный шум в мире. Колоссальный шум в мире. Это была наша победа. И тут уже наша правительство не скрывала, а действительно сообщила, что действительно мы взорвали. Правда, уже сообщал... Это не Сталин, конечно, а сообщал Маленков, по-моему, да. Маленков. Вот таково было произведено испытание термоядерного. Ну, о поражающем действии я рассказывать не буду, оно достаточно везде описано. Просто нет. Дальнейшие испытания пошли более быстрым темпом. Продвинемся. Так. Пожалуйста. После 1953 года, в 1954 году, уже количество испытываемых зарядов увеличилось. В 1955-м стало еще больше испытываться на полигоне. Больше и больше. Нужно было догнать американцев по количеству производимых зарядов, одновременно совершенствовались конструкции зарядов. Во-вторых, уже вооружение, ядерное оружие в 1954 году было принято на вооружение советской армии. Надо было уже учить войска. Надо было приспосабливать эти заряды к каким-то носителям. Или это были, значит, самые бомбы, или это были снаряды артиллерийские, или это были ракеты. Малые пока что так. Вот создавались такие конструкции. Количество испытаний резко увеличилось. И наращивались, конечно, и мощность этих зарядов. В 1955 году мы провели первый термоядерный взрыв, сбросив бомбу с самолета. Если в 1953 году мы только первый термоядер провели на земле, то в 1955 году мы сбросили ее с самолета. В 1955 году с самолета. Эта бомба была достаточно большой мощностью, мегатонного класса. Сбрасывали ее с парашютом, чтобы летчики успели улететь подальше от места взрыва. Это было событие. Но 1955 год оказался для Синеповатинского полигона и грустным. В том отношении, что он показал, что такие большие заряды, как мегатонные бомбы, сбрасывать на Синеповатинский полигон нельзя. Мы очень сильно побили стекла в населенных путах вокруг Синеповатинска и в других крупных городах. Мощный взрыв был, поэтому били стекла на больших расстояниях. Поэтому пришлось ограничить мощность полигона одной мегатонной. Значит, возник вопрос о том, а где взрывать большие мощности? Возникло предложение создать на новой земле полигон. Морской полигон Синеповатинска. Это самый морской полигон. До сих пор, значит, все торпеды, которые нужны были для моряков, испытывали у нас на полигоне, на Синеповатинском. Теперь, значит, когда возник вопрос построить полигон на новой земле, то можно было испытание торпед перенести в натурных условиях туда. И вот в 1955 году начал функционировать полигон на новой земле. Первые испытания там были торпеды, а потом там стали производиться и воздушные взрывы большой мощности. Вот давайте мы сейчас вернемся к вопросу. Пожалуйста. Столь большое количество испытаний ядерного оружия, которые проводились в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, если бы в Соединенных Штатах по количеству испытаний не отставали от нас, а может, и переезжали, так создало определенную угрозу населению. В верхней слоях атмосферы скопилось много радиоактивных осадков. На высоте 20-30 километров эти радиоактивные продукты ходили вокруг всего земного шара и выпадали там, где им заблагорассудится. Независимо от того, полигон это, не полигон, Советский Союз Америки. Поэтому среди общественных мнений стало резко высказываться против продолжения таких испытаний. Это высказывались ученые западные, и наши ученые стали выступать против этого. Советское правительство опять выступало за прекращение испытаний ядерного оружия, но американское правительство не шло на такие варианты. Тогда, значит, самое... Всем было очевидно, что ядерное оружие при всей его мощности оно не годилось как оружие вообще. Почему? Вот в 45-м году, когда американцы взорвали первую атомную бомбу, то они выпустили книгу, отчет о том, как создавалась первая атомная бомба. Она у нас... Книжка эта была переведена, и издана в 46-м году, значит, автор книги некто Смит. И в предисловии к этой книжке было написано, что ученые в 45-м году создали новое ядерное оружие. Оружие... В этой книжке... В этой книжке... В этой книжке было написано, что ученые создали такое сверхмощное оружие, которое может послужить средством прекращения всяких войн. То есть, не просто оружие войны, а средство, которое заставит прекратить все войны. Ибо большое разрушительное действие ядерного оружия оно было обоюдоостро и для той страны, и для другой. И вот эту политику в период 50-х годов советское правительство четко отстаивало. и добивалось от правительства Соединенных Штатов Америки того, чтобы прекратить производство и испытание дальнейших оружия. Но, как известно из истории и вообще из практики, если предлагают слабейший, то его не слушают. У американцев этого оружия было больше, вдвое или втрое, чем у нас. И поэтому они считали, что им определять запрещать его или не запрещать. Поэтому нас не слушали. И тогда началась политика в Советском Союзе другая. Догнать и перегнать в производстве ядерного оружия американцев по мощности, по применению, по видам, по способам его применения, по конструктивным данным. И вот тут развернулась в конце 50-х годов такая ожесточенная кампания. Мы это почувствовали на своих полигонах. В этом отношении были примечательны 61-62-е годы. Здесь было произведено такое количество ядерных взрывов, что на Семиповатинском полигоне, и особенно на Северном полигоне на Новой Земле, что трудно даже было представить. Взрывали мегатонные бомбы десятками. Десятками взрывали. Надо было показать, что у нас есть оружие, есть, чем защищать страну, если так, как мы в то время говорили, так. Нужно было показать, что у нас есть разные средства доставки, потому что не просто бомбили самолетов, мы стреляли торпедами, стреляли артиллерийскими снарядами, стреляли ракетами всех классов, в том числе и стратегическими по Северному полигону. Все варианты применения оружия. И это была демонстрация. Мне посчастливилось быть в это время на Северном полигоне. Я с интересом наблюдал, как самолеты прекраснейшим образом скабрировали, бросают бомбы и попадают в цель. Это была красивейшая операция. Это я наблюдал, как стреляют ракеты, как точно они стреляют. Понимаете? это впечатление большое. То же самое было на Северном полигоне. В довершение всего правительство, возможно, под личным руководством Хрущева объявило, что мы взорвем 50-мегатонную бомбу, которую у нас в России назвали Иваном. Ну, Хрущев при этом сказал, что мы могли взорвать 100-мегатонн, но мы боимся стекла у нас в стране побить. Я очень хорошо почему-то мне запомнилось сообщение в газете о том, что на приеме не то итальянского короля, в общем, принцессы итальянской, когда Хрущев сказал, что если взорвать такую бомбу над Италией, то одной бомбой достаточно, чтобы уничтожить всю Италию, и медная принцесса расплакалась. Это действительно было ужасно, конечно, так. Вот. Но стали готовить этот взрыв. Сказать хорошо, а выполнить трудно. Надо найти место. И вот мы стали облетать весь свой север. Облетали мы Новосибирские острова. Короче, весь север, северный Прусть вокруг Советского Союза. Где бы найти место необитаемое, где можно безопасно взорвать такую бомбу. Гадали, крутили, наконец, все-таки решили. Проще всего взорвать на северном полигоне. Ну, просто уйдя туда, к северной конечности острова. И было принято решение этот Иван взорвать. Но что значит взорвать? Опять нужно парашюты. самолет-то должен уйти, а парашют для такой тяжелой бомбы, как 50 мегатонт. Это значит целая система парашютная. Это значит оставить советских женщин без капроновых чувок. Так на какое-то время. Вот ведь. Но тем не менее на это шаг пошли. Взорвали. Ну, взорвали в пустыне, поэтому говорить о том, что навредили их там где-то что-то навомали, что-то особенного большого нет оснований. Ну, конечно, все параметры были соответственно увеличены больше, чем у обычных взрывов. Но это в общем не главное. Дело в том, что увеличение мощности не лучший способ повышения поражающего действия оружия. Как известно, для того, чтобы увеличить радиус действия по ударной волне, по разрушениям вдвое, нужно мощность повысить в 8 раз. Ведь, как кубическая зависимость, понимаете, в 8 раз надо было повысить. Это невыгодно. Лучше несколько бомб, взорвать поменьше. Для того, чтобы увеличить радиус светового отношения, пожаров и прочего светового воздействия, надо в 4 раза повысить, чтобы удвоить. А проникающая радиация, она вообще почти не растет. 2 километра, ну, там, небольшие еще, может, 100 метров добавятся. Вот, то есть, нет смысла очень увеличивать мощности ядерных взрывов. Поэтому остановились на кассетном варианте. То есть, применять, если нужно, большие мощности, несколько зарядов, заложенных в ракетах, по одной мегатонне. По одной мегатонне. И на этой мегатонне, в общем-то, все остановились. И американцы, и мы остановились. Это было, конечно, потому что радиус поражения растет медленнее, чем у Вичи. А заряд большой мощности, он дороже значительно. Его сбрасывать сложнее. И вот я говорю, что тебе мощные взрывы надо сбрасывать с парашютом. А что с парашютом сбрасывать? Это в мирное время сбросить на полигоне, это ничего так. А в военное время, что-то, ну, помба вылезет с парашютом, летит она долго с парашютом. Еще можно расстрелять в любое время. Какой смысл? Так ведь? Ну, в общем, поэтому не пошли по пути увеличения мощности, а стали на путь вот такой. И поэтому внимание я бы, в общем-то, привлекал не к этому Ивану, там, 50-мегатонному, 50-мегатонному, 100-мегатонному, поскольку он, в общем, носил политический характер, а не военно-технический. А к тому, что уже к 62-му, 63-му году было накоплено столько оружия, и причем настоящего оружия способно применяться различные виды вооруженных сил, так, что самое, что мы почти вышли на уровень с американцами. И вот тогда, тут еще одно обстоятельство есть, что заставило американцев с нами говорить. Американцы имели то преимущество, что они обложили Советский Союз базами своими, кругом, по всем границам. То, что на востоке, с юга, то и на Западе везде были базы, с которых до любой точки Советского Союза ничего не стоило доставить любой ядерный заряд. А вот достать Соединенные Штаты Советский Союз не мог, он не имел баз. Попытка Крущева поставить на кубик, как вы знаете, ничем не кончивается. Вот. И вдруг рождается такое оружие, как ракетно-ядерное оружие, ракета стратегического назначения. Это был колоссальнейший переворот. То есть Соединенные Штаты потеряли свое стратегическое преимущество. Они перестали быть неуязвимой страной. Советское правительство заявило, что где бы война ядерная не началась, она будет продолжена в Соединенных Штатах Америки. Было сказано четко. Я не помню, в каком году, но вот это была оппозиция Советская. То есть Соединенные Штаты стали достигаемы, понимаете? А это же колоссально. И вот тогда-то, в 63-м году Соединенные Штаты и пошли на подписание вот этого московского соглашения о запрещении испытаний ядерных испытаний в трех средах. Вот. Ну, я участвовал в силу своих возможностей в то время во всех этих и проработках и все вот такова эпопея с ядерным испытанием в нашей стране до 63-го года. Ну, а последующие там детали уже. Вот так бы мне хотелось это сказать. Стоп. Я не знаю, честно говоря. Так, по моей команде начали. Можем, да, Лен? Положите ее. Вообще, положите ее. Выпишите ее. Пожалуйста. Вот этот человек Шустов Дмитрий Александрович Значит, приготовьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Можно. Хочется рассказать о Дмитрии Александровиче Шустове, офицере Синеповатского полигона, который в 49-м году первый совершил полет в радиоактивное облако взрыва. А произошло это так. Игорь Васильевич Курчатов хотел узнать, какое количество заложенного радиоактивного вещества использовано для взрыва, какое осталось непрореагировавшим. Для этого нужно было из облака отобрать продукты взрыва, то есть те вещества радиоактивные, которые остались в облаке. был оборудован специальный самолет, поставили фильтры, на которые собиралось все, ну, кому-то надо лететь. И Курчатов сказал, вот вы, Дмитрий Александрович, и полетите. Дмитрий Александрович полетел, поднялись, насколько можно было до 5 км, по-моему, они не дошли, чего-то, но около 5 км их полет прекратился по высоте, они все крутились в ножки, набрали продукты взрыва сколько нужно и приземлились, довожили свои впечатления Игорю Васильевичу, после Игоря Васильевича заинтересовался и Микки Койны, Сак Константинович был такой академик, вот, а Дмитрий Александрович с тех пор, слава богу, чувствует себя удовлетворительно, ему сегодня 95 лет, и он считает, что сами радиоактивное облучение, которое он получил, оно ничуть не повредило его здоровье, то есть, надо, может, у меня таких примеров много, и поэтому я могу сказать, что с моей точки зрения, умеренное радиоактивное облучение, не превышающее известных доз, даже способствует долголетие, если так хотите, во всяком случае, мы хорошо знаем, что если мы облучаем растения, то они растут гораздо быстрее, и кстати, в 1953 году произведен был у нас термоядерный взрыв на Сенепавадинском полигоне, там образовалась колоссальная воронка на месте взрыва, но это в этой воронке заполнилось водой, и через, и на следующий год тут выросли такие растения, такой высоты выше человеческого роста, каких в Казахстане вообще не росло, понимаете, то есть обильное стало рост, вот что я хотел добавить. Володя, он был там, там в Чернобыле, а на потенцию влияет вот это дело? Пожалуйста, расскажите вот об этой схеме. так получилось, что наши все полигоны, как право... Еще раз. Да, не давать. Мы к себе приезжали, а там микрофон. Вот. Так, положите ее, возьмите. Я вам скажу, начали, вы это дело поднимаете, уже начинаете говорить. Так, приготовились. Пожалуйста. Так получилось, что все наши полигоны, в том числе и ядерные полигоны, оказались в Казахстане. Ну, это и понятно, потому что слабо заселенная местность, никаких сельскохозяйственных там угодий, кроме выпаса скота, промышленность слабо разрушена. То есть, лучше места, наверное, было для полигонов в нашей стране не найти. И Семиповатинский полигон, поэтому, был определен на стыке трех областей. Семиповатинской, Павлодарской и Кагандинской, да? Вот. Что-то там. Это был выбран такой, если хотите, какое-то пустынное место, блюдце такое, окруженное сопками, радиусом 20 километров. Это дно пересохшего моря когда-то. Находилось оно в 130 километрах от города Семиповатинска на запад. Ну, как и положено, значит, был, вдоль Иртыша был поставлен городок для офицеров полигона. от полигона и от этого городка на 60 километров протянулась дорога до центра испытательной площадки, чтобы не повредить населенные пункты при испытании. Предполагалось, что самое, если мы ограничим радиус запретной зоны 120 километрах, то этого будет вполне достаточно. Надо сказать, что американцы, когда опубликовали свои результаты первые испытания, они ничего не сказали о поражающем действии радиоактивного заражения местности. Они умолчали об этом в книге Смита. Поэтому и наши ученые, в том числе Юрий Борисович Харитон, они думали, что все, что поднимется в воздух радиоактивный, все осядет здесь же около центра взрыва. Так предполагалось. Но оказалось не так. После первого взрыва ядерного обнаружили, что радиоактивность вышла за пределы этой самой зоны 125 км и пошла даже на некоторые населенные пункты Казахстана. Это была неожиданность, которую никто не предвидел. В следующие испытания стали учитывать, что возможность радиоактивного прохождения облака над населенными пунктами. Стали выбирать направления ветров, при которых можно проводить испытания, так, чтобы не загрязнять пункты, а при которых нельзя. Вот это населенные пункты, которые были близко расположены к поду, в пределах запретных они были все отселены, казахов разместили по другим местам. Вот природа достаточно бедна. Правда, пока нас мы туда не приехали, там еще водились и архары, водились там и куропатки, ну, в РТШ было много рыбы, но с приходом людей, как известно, все это гибнет, и сейчас там довольно глухое место. Вот, что можно вам сказать. Стоп, нормально, если бы сейчас мне рассказывать кому угодно. Пожалуйста. Командный пункт автоматики представлял очень прочное железобетонное сооружение, одноэтажное, с площадкой для наблюдения на крыше, огороженной парапетом. Внутри командный пункт составлял из трех частей. Центральная часть была маленькая комната, где предполагалось, что будут сидеть подрывники, конструкторского бюро. Рядом с ней комната была для размещения нашего программного автомата, для запуска аппаратуры поля. Дальше шла комната для диспетчера, который объявлял, что осталось столько-то времени до взрыва. И в углу размещался комната руководства, которые были Берия, Курчатов, Завинягин, Харитон и другие товарищи. Значит, самое... Ну, командный пункт был обвал... Командный пункт имел смотровые щели. Я уже сказал, что предполагалось, что в самом начале, что будет подрывать заряд Курчатов. Поэтому, значит, самые... Были устроены амбразуры, закрытые триплексом, чтобы можно было видеть вспышку ядерного взрыва и все процессы, которые происходят на поле. Мы со своей стороны, учитывая Курчатова, поставили буб подзорную трубу через всю стенку программного автомата, чтобы он бы мог в подзорную трубу наблюдать, как будет происходить взрыв. Но оказалось, что когда стало ясно, что на командном пункте будет Курчатов, то наше руководство, отвечающее за безопасность, за безопасность, которую отвечают, безопасность отвечают, оно приняло решение проверить прочность этого командного пункта, поручили это делать нескольким специалистам инженерных войск, генералу Олицеву в частности, и они дали заключение, что командный пункт отвечает прочности, но для безопасности целесообразно его обваловать с трех сторон землей. Когда его обваловали землей, то интересно, что амбразуры оказались засыпаны, наблюдать было невозможно. Поэтому для того, чтобы наблюдать Курчатов и все остальные руководители выбегали из своей комнаты наружу, смотрели взрыв и возвращались не позднее, чем за 20 секунд. Двери были герметизированы, и таким образом это все обходилось благополучно. Вот тут, тут-то, значит, бери и бегал смотреть взрыв и возвращался обратно. Вот командный пункт по себе, конечно, очень интересный. В нем находилось много помещений, в нем находилась правительственная ВЧ-станция, поскольку было здесь руководство и Берия, и Курчатов, Курчатов докладывал прямо из этого командного пункта Сталину результаты взрыва по телефону. Я сам был свидетелем такого разговора. Тут же находились телефонные станции, ну и другие вспомогательные помещения. Стоп. Можно. Программный автомат для подрыва и запуска аппаратуры измерительной опытного поля Семпаватинского полигона. Он, значит, самая был разработан в Институте химической физики, который в то время руководил академик Семенов Николай Николаевич в авариат Нобелевской премии. Под руководством кандидата технических наук Шнирмана и при моем участии. Чем этот автомат примечателен? Это было художественное произведение. В том смысле, что поскольку считалось, что тут будет сидеть за ним Курчатов, то все было сделано очень-очень красиво. Это трелляж. Значит, три вертикальных пульта, три щита, на которых были размещены все приборы, которые выдавали необходимые команды на опытное поле. Все блестело. Зеленый, красный свет, лампочек, шагающие часы, шагающие там стрелки были сделаны. Тут слева, справа мигали синусоиды нациографов. Перед пультом стояло красное бархатное кресло на металлическом каркасе хромированном. Весь постамент, на котором весь автомат был сделан из орехового дерева, прекрасно отполирован. Автомат покрасили на заводе имени Сталина в то время назывался автозавод имени Сталина, завод Лихачева теперь, который называется. И этой шаровой эмалью, которой красили победы автомашины Победы. В то время Победы были, других не было еще. Ваш вклад в этот автомат? Ну, мой вклад в этот автомат. Вся конструкция его была выполнена мною в конечном счете. И весь монтаж. Я могу сказать, что если бы, так сказать, не мой опыт конструирования, то его бы в институтах химической физики было бы не создать. Ну, в самом деле, две сотни реле, две с лишним тысячи всяких контактов, которых надо бы паять, перепаять и так далее, не ошибиться было бы невозможно. так, если бы Шнирман хотел все делать без монтажных схем, просто дать нарисованную принципиальную схему техникам, и те бы смонтировали. Они бы такое смонтировали, что потом и не разберешься. Я стоял на разработке монтажных схем. Тут 20 с лишним панелей, и каждая панель была выполнена монтажной схемой и общих соединений. Благодаря этому программный автомат получал жизнь. А кроме того, я его холю вылизывал, проверял, разработал методики проверки и так далее. Вот благодаря такому автомату испытания на полигоне проходили все очень-очень успешно, безотказно. Стоп. Все. Спасибо.